Ребенок матерится и говорит родителям гадости. Что делать? Это очень непростой вопрос и очень болезненный для родителей. Часто дети приносят из садика, из каких-то других мест они приносят какое-то слово, какое-то выражение и бросают это родителям. Родители в шоке и начинают, бледнеют, краснеют, кричат, да как ты смеешь разговаривать с мамой так, да кто тебя научил таким словам, да я тебе. И ребенок понимает, ого, это вещь, которую мама, которая занята своими делами, на меня не обращает внимания, тут я бросил бомбу, бомба взрывается, мама кричит, в общем, целый спектакль. Почему он должен пропускать бесплатный спектакль? Он это сделает еще раз, попробует с бабушкой, ого, и там будет с дедушкой вообще. Конец. Когда ребенок приносит что-то и говорит, самое лучшее это сделать в первый раз. Не делать вид, что вы этого не заметили. Иногда стоит сделать вид, что вы это не заметили, когда совершенно ясно, очевидно, что ребенок это говорит, не понимая вообще, о чем он говорит, просто как о какой-то билиберду, которую он где-то услышал. Но при случае, или когда он это говорит с таким блеском в глазах, что он соображает, сказать ему, сесть перед ним, посмотреть ему в глаза, и серьезным, очень серьезным, непреклонным, но одновременно дружелюбным тоном сказать, так с мамой говорить нельзя. И продолжать смотреть ему в глаза. До того момента, когда вы увидите, что ему стало не по себе. Он отводит глаза, ему так неловко. Иногда у детей чувствительных, у них как будто такая пелена, он как будто сейчас расплачет. Не надо доводить ребенка до плача, но вы должны почувствовать, что ему стало не по себе. Не надо его третировать этим, этого достаточно. В следующий раз, наверняка, шансы, что он повторит, намного меньше. Но если он снова это повторил, снова сесть. Не кричать, и не орать, и не кричать, что ты себе позволяешь, да я твоя мама. Сказать ему так с мамой говорить нельзя. Очень серьезно, очень настойчиво, очень твердо и достаточно ласково. Редактор субтитров А.Семкин